Здравствуйте, мои хорошие! И вот у нас сегодня урок. Правда, за окном уже лето и мы собираемся в путешествие. Я выполняю запрос моего подписчика, который спросил, а что вы берете, когда едете в путешествие? Точнее, запишите урок на французском языке, как собрать свой чемодан и что взять. Так вот, сегодня я буду вместе с вами собирать чемодан на французском языке. Мы познакомимся с французскими словами и составим предложение. Итак, поехали! Сам чемодан – это ma valise, то есть ma – это мой, valise – это чемодан, ma valise, ma valise. Далее, первое самое главное – это паспорт. Le passeport. Le passeport. Le passeport. Le passeport. Отлично! Далее, кошелек. Le porte-monnaie. Le porte-monnaie. Le porte-monnaie. Le porte-monnaie. Великолепно! Дальше. Деньги. Ну, куда же без этого. L'argent. 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 У нас, правда, такое слово было. Мы его проходили. L'argent. L'argent. Так, авиабилет. Ну, конечно же, мы и поездом можем путешествовать, но сейчас мы вот именно авиа разбираем, да? Le billet d'avion. Le billet d'avion. Le billet d'avion. Le billet d'avion. Если это, можно так сказать, билет на поезд, я думаю, что это будет le billet de train, да? Le billet d'avion в данном случае. Так, кредитная карта. Ну, это уже классика жанра, когда мы не берем с собой там кучу денег, да, которые невозможно поместить в кошелек. Чаще всего это кредитная карта, потому что это удобно, да? А нам нужно это для путешествия. La carte de crédit. La carte de crédit. La carte de crédit. La carte de crédit. Отлично. Так, бронь отеля. La réservation d'otel. La réservation d'otel. La réservation d'otel. La réservation d'otel. Так, далее. Средства личной гигиены. Les produits de soins personnels. Les produits de soins personnels. Les produits de soins personnels. Это вообще все, да? Это и зубная паста, и средства для женской гигиены, то есть то, что мы берем, да? И там, допустим, бритва и так далее. Все, что связано вот именно с... Для того, чтобы ухаживать за собой. Поэтому я решила это все как бы одним словом. Les produits de soins personnels. Так, дальше. Лекарства. Но это очень важно. Особенно обезболивающие. Если заболела голова, если что-то там поранились, там пластырь какой-то. Это все лекарства, да? Медикаменты. Les médicaments. Les médicaments. Le portable. Le portable. Le portable. Ну, это вообще важная часть. Мы без нее просто не можем, да? Так, дальше. Фотоаппарат. Это не обязательно. Потому что чаще всего и на мобильном телефоне есть хороший фотоаппарат, да? Камера, которая позволяет сделать хорошие снимки. Но мы, тем не менее, все-таки возьмем маленький фотоаппарат с собой. Le portable. Le portable. Le portable. Le portable. Планшет. Le tablet. Le tablet. В одном видео, когда я записывала, не помню про что, может быть, это было с техникой связано, я перепутала планшет, написала la planchette и меня исправили. Сказали, что планшет это la tablet. Так вот, для тех, кто смотрит меня и хочет исправить, да? Я запомнила свою ошибку. Планшет это la tablet. La tablet. Так, дальше. Зарядное устройство. Le chargére. Le chargére. Le chargére. Le chargére. Это очень важно, потому что вся техника нуждается в этих устройствах. Там что угодно. Там необходимо постоянно иметь зарядку. Так. Нижнее белье. Сменное, разумеется, да? То есть, это даже не обсуждается, потому что нам надо переодеваться. Le sous vêtement. 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 Отлично. Так, дальше. Майка. Ну, мы будем, как бы, говорить про летний отдых. Когда мы едем там на море, там берем, то есть, майку какую-то одеть, да? Там, чтобы какое-то что-то легкое, да? Например. Или платье. Ну, платье уже не буду писать. Просто майка. Le meilleur. Le meilleur. Le meilleur. Le meilleur. Так. Дальше. Футболка. Ну, это больше к мужчинам, да? Я так думаю. Le t-shirt. Le t-shirt. Le t-shirt. Великолепно. Так. Дальше. Куртка. Бывает так то, что погода резко изменилась. Вот как, например, было со мной в Париже, когда я ездила летом. Был жаркий июль. И когда я приехала, было жарко, а потом резко похолодало. Вы не представляете. Потому что и мне пришлось, да, одеваться как по осени. Поэтому какую-то курточку можно взять даже с собой, когда ты едешь летом в теплый регион. La veste. La veste. Так. Шорты. Le t-shirt. Le t-shirt. Ну, это понятно. Так. Купальник. Это я уже... Мы с вами проходили, когда у нас было видео про лето. Да? Про пляж, точнее. Le meilleur de bain. Le meilleur de bain. Так. Значит, полотенце. Маленькое полотенце какое-то, да? Ну, или просто большое для того, чтобы как там на пляж ходить. La serviette. La serviette. Так. Влажные салфетки. Это тоже можно было отнести в как бы средства личной гигиены. Но я решила это как бы отдельно. Там. Вручную кладь. То есть не в чемодан, а вручную кладь. Там салфетки. Там. Они нужны. De l'angette. De l'angette. De l'angette. Так. Расческа. Это тоже можно вручную кладь, кстати. Un peigne. Un peigne. Un peigne. Un peigne. Так. Мы плавки. Le slip de bain. Le slip de bain. Le slip de bain. А теперь мы составим фразы. Итак. Я кладу вещи в чемодан. Je mets les vêtements dans la valise. Je mets les vêtements dans la valise. Давайте вместе. Je mets les vêtements dans la valise. Je mets les vêtements dans la valise. Так. Далее. Она забыла билеты. Не дай бог такое, да? Elle oublie les billets. Elle oublie les billets. Ещё разочек. Elle oublie les billets. Так. Дальше. Эти вещи бесполезны. These choses Положи зарядку на дно чемодан. Мы собрались и улетаем в теплые края отдыхать, радоваться лету. Вот наш чемодан уже готов. Ну что же, я давно не записывала видео, потому что у меня сейчас готовится французский проект. Я не буду про это рассказывать, это как бы такая маленькая тайна. Это требует много времени, я не знаю, успею ли я его представить летом, но к осени он точно будет готов. Я думаю, что он будет бомбой и порадует всех моих подписчиков. Поэтому не часто у меня выходит видео, но я постараюсь что-нибудь придумать, чтобы хотя бы раз в неделю мы встречались регулярно. Ну и пользуясь случаем, я хочу вас поблагодарить за действительно теплые слова и сказать то, что мой канал, у него юбилей, он набрал миллион просмотров. И для французского канала это, я считаю, что это рекорд, потому что, ну как сказать, этот язык такой популярный, как английский. И это мой канал, который я люблю, и вот он набрал уже миллион просмотров. Я думаю то, что мы будем продолжать и что-нибудь придумывать с вами интересно. Вот такая вот радость у меня. Спасибо за то, что вы всегда мне подкидываете какие-то идеи. Сегодня какая-то прямо эмоциональная. Ну, вот как-то так. Ну что же, мы с вами увидимся в следующих видео. Au revoir, mes chers amis. Субтитры сделал DimaTorzok